Всем привет! Вы на канале Jazz Life Pets. У нас вечер, практически ночь. И смотрите, кто у меня есть! Это Гоша! Гоша! А это Алиса! Гоша меня обоссал. Привет! Мне, может, не показалось, конечно. А ну-ка, Гоша, иди. Нет, мне показалось. Это я просто испугалась. Гоша это новый хомячок Алисы. Алиса это дочка Вики. Всем привет! Кто смотрит мой блоговый канал, тот Вику очень хорошо знает. Можно я вставлю это? Ребят, спасибо огромное всем за поздравления, все комментарии читала. Мне очень-очень приятно. Алисочка, где? С Виколичком мне тоже приятно. Это канал Jazz Life Pets. Не все поняли, о чем речь. Мы с Викой праздновали ее день рождения и все ее поздравляли. Да, Вика делала мне сюрприз, и все подписчики, и Вика поздравляли у меня с днем рождения. Да, все было красиво. Так, значит, ну вы уже поняли, да? Была спонтанная покупка. Пошли за попугаем, а купили хомяка. Мы звали Гоша. И теперь начала срочная консультация. Что с Гошей теперь делать? Вот, я пообещала дать варианты, так сказать, большой контейнер, потому что мне он сейчас не нужен. Вы еще не определились, где будет жить хомяк, в Черкасах или в Киеве? Папа дал добро. В Киев поедет? Да, поедетки, папа дал добро, так что мы будем, мы не будем брать, мы, наверное, не можем. То есть вы уже там уже на месте? Да, да, да. Потому что думали оставить здесь у бабушки, в Черкасах, вот тогда нам надо было временно контейнер. Я хотела отдать вот тот контейнер большой для улиты, который мне не нужен. Да, эта лапочка у меня волшебная, она включается чуть-чуть попозже. Вот, ну и смотри, тогда что вам понадобится? Вот такой контейнер. Смотрите обязательно, чтобы он был высокий, потому что можно купить на 50 литров, типа, широкий, но низкий. Поняла? Алиса, запоминай. Он должен быть вот такой, стандартного размера. Вот такой или вот такой? Да, понятно. И закрывать крышкой его не надо, этот контейнер. В джунгарики не вылазят. Если, конечно, ну, будете смотреть, если домик невысокий, то он, даже если залезет на домик, он не сможет вылезти. Домик нужен. Домик нужен. Просто берите невысокий домик, чтобы, если его поставить в контейнер, и он залезет на домик, чтобы он все равно не смог вылезти. Потому что тогда придется закрывать крышкой, там душно будет и не очень. Учитывая растаяние. Да. Вот, поэтому вам нужен глубокий контейнер. Да, наполнитель кукурузный. Опилки, если будете брать. Кукурузный наполнитель я сейчас... Ну, сейчас пока опилки, пока можно опилки? Да, пока можно. Опилки, но желательно побыстрее, потому что могут в глаза попадать. Как часто менять? Ну, как запах появляется, меняете. Алиса, запоминаешь? Алиса, ты запоминаешь, тебе говорят внимательно. Дальше. Вопрос. В ручке можно разным деткам давать хомячка? Разным деткам не нужно давать. Почему? Ну, потому что... Болеть может? Нет. Потому что нужно, чтобы ребенок не придушил, не уронил. Вот ты со своим хомячком будешь хорошо следить, а чужой ребенок может, ну, так, как игрушку воспринять, поняла? Испугаться. Испугаться, он там дернется и побежит. И вообще хомячки не чувствуют высоту. Смотри, если ты хомячка вот так посадишь на диван, он будет бегать, он просто может свалиться, потому что он не понимает, что тут высоко. Поняла? Ну, хорошо, что не скинула, но вообще очень аккуратно. Слышишь, рекомендация, что нельзя их положить, потому что они упадут и разбиваются. Да, и они очень сильно убиваются. Ну, то есть, если падает, он может уже... Забиться, да? Да, ударится сильно и все. В руках, когда держишь, тоже над чем-то мягеньким и невысоко, поняла? То есть, вот так вот ты сейчас стояла, держала. Вот хорошо, он спокойно сидел. А если бы он дернулся, ты могла не успеть его схватить. Придави его. Не, она ему аккуратненько берет, молодец. Покажи всему, какой у тебя красивый кошка. Он, кстати, спокойный достаточно, но не расслабляйтесь. Они вот так вот, поэтому пока сейчас у него немножко адаптация, да, пройдет. Сильно сейчас старайтесь его не... Полосочкой, красивый, как бурдучок. Да, он точно такого цвета, как моя. Какой красивый. Она мне очень нравится. Да? Ты целуешь его уже? Да. Он очень спокойный, кстати, такой спокойный. Будьте, Бузы. А потом меня целуют. Ничего страшного. Хомячки, это же не мыши, которых это... А у моей подружки мыши. Смотри, аккуратно, аккуратно. И не одна, ну... Ну, декоративная. Нет. Ну как, не настоящая? Настоящая. Подвала поймали? Нет. Откуда? Купили? Наверное. Ну, из интернета. А, ну, значит, декоративно. Тихо. Смотри, он так сидит-сидит, а потом может резко побежать. Поэтому, да, будь осторожна с этим. Мама, один раз побежала, но мы его так с подружкой расставляли, и его там обладили. Чем кормить? Потому что, как правило, я так поняла в своей консультации. Слушайте, напишите мне, пожалуйста, какой корм я покупала, когда у меня не было вот этого с Россией. Мне не привозили корма. Я уже давно кормлю российскими кормами. Ну, мне привозят все время. Привозят, я закупаю. Я вам, как бы, его негде достать. Мне возят, у меня под каждый этот подрасчет. Потому что не так часто сюда приезжают. Но я кормила свою Джесси, первую хомячку, каким-то, ну, более-менее хорошим кормом, который продавался в Украине. Ну, я не помню, как его называть. Ну, в этом состав не помнишь, хотя бы? Потому что нам дали там пшеница, кукуруза и семечки. Вы где? На базаре покупали? На рынке. И при этом они сказали, можно кормить морковкой, бурячком, всем этом. А ты говоришь, ну, виза. Морковкой, бурячком, яблочками, ничем таким нельзя. Фрукты вот эти всякие. Только кабачки, только зеленые, короче. А зимой синий? И не сладкие. Зимой нету? Или замораживать? Зимой можно, да, мороженое. Вот, горох можно. Горох. Сырый? Или консервированный? Нет, сырый. Иди козу. Все вот эти консервы, это все. Вот замороженные овощи, знаешь, в пакетах есть? Да. Вот можно оттуда доставать зеленый, а, можно зеленый перец. Не красный перец. Да, на зеленый, чтобы не было вот это красное. Красный перец. На какую у него? Он уже один раз такую большую какашку, я его аж увидела, такая серая, я его вот в контейнер, в теле. Правильно. В теле. Нужно обязательно колесо и нужна обязательно поилка шариковая. Колесо вот такой вот фирмы. Какая разница? Потому что тут у них лапы не застреют, а в других могут застрять лапа и сломаться лапка. Ломаются лапы. Фирма Трикси. Это купалка, это не обязательно, там песок. То, что вам вот прям очень срочно, нужен домик, поилка, желательно деревянный, поилка шариковая обязательно и берите хорошего качества, то есть Трикси, фирмы все Трикси, они хорошие. Потому что другие поилки будут протекать, ты все равно ее будешь менять. Трикси возьми один раз, заплати за нее, ну она там будет стоить гривен, нет, не 300, гривен может до 100 она будет стоить. Колесо будет стоить, вот колесо будет подороже стоить, тоже не помню точно, но гривен может 200 стоить, 250. Размер, не помню, помню, 17 или 18 сантиметров. Есть меньше колеса не подходит, и есть больше не подходит. Понял, Алис? Вот такое должно быть размером. Так, тут у нас песочек обычно, в песке купаются, а не песок фирмы. У меня он закончился как раз, этот песок, и я не... так, 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 так. Девочки его так варим, думаю, нет, это очень красиво, красиво. Юми. Юми. У меня Юми девочка. Вот, смотри, это Юма, Юми. Вот, увидела? Только не бежит. Вот, знакомься. Увидела? Ну, увидела? Это девочка Юми. В общем, Вика, я тебе напишу списочек, что надо купить, и какой фирмы. Да. Потому что все равно вы сейчас все так не запомните. Ну, да, когда придем в магазин, то буду звонить. Да, да. Просто вот запомнишь, вот это Трикси, вот это Трикси, вот это Трикси. Вот, они из подделки. Выглядит так же, но не Трикси. И все очень плохо там. Ну, то есть оно... А как же узнать, поделка не поделка? Написано? Нет, смотри, Трикси, вот фирма. Нет, ну ты говоришь, поделка. И просто в фирме похожа. Цена. Да, цена. Ну вот, на ней должна быть упаковка, это сепь, это для улиток. Должна быть упаковка с названием Трикси. Вот. А на этом там, по-моему, написано на нем Трикси. Да, я вижу, что с ним. Да, есть Трикси. Да, Трикси. Немножко. Да, Трикси. Угу. Вот. Это за шнурочек для чего? А, что висит. Это на проволочке висит. Да, на контейнер тоже так будете вешать сверху на это. Вот. Ну, если, может быть, Толик сделает витрину. Уважаешь, папа с руками? С руками. С руками. Ну, вот. Бывает, что они живут. Чтобы красиво было. Да. Вот, конечно, красивенько. Вот оно теперь стоит. Вот же можно из лодки разные. Да. Там больше. Извини. Гоша. А там Юми. Юми. Он там Юми. И самое главное, запомните, пару ему покупать нельзя. Почему? Потому что они очень сильно дерутся за территорию. И пока кто-то не умрет, драки не прекращаются. Пока они еще маленькие, нормально, они вырастают месяц-два. И, ну, то есть они одиночки. Они живут только по одному. И комфортно. Да. Только появляется второй. Все. Они начинают сильно драться за еду, за территорию. И трындец просто. Гляньте, как Юми затихла. Мне кажется, она чувствует запах. Запах. Вот если сейчас его посадить, не исключено, что они бы начали драться сразу же. Она бы начала защищать свою территорию. Даже вот говорят там сразу, если хотите двоих, сразу купите двоих с одного помета. Типа сестричка и братик. Ну, во-первых, они будут спариваться. Это нельзя. Ну, когда. Да. А во-вторых, все равно они вырастут и они будут драться. И сколько примеров. Да. Поэтому только один. И по поводу еды и песка я тебе скажу. Вот. Я вспомню. Может мне еще подписчики напишут. Вода обычная или она дистиллированная? Нет. Обычно. Ну, с кулера вода. Ну, то, что вы пьете для питья. Да. Не с крана. С крана не надо. Ну, в общем-то, все. Песок, колесо, домик, вода. Как часто менять еду? Да. Еду. Ну, вот я подсыпаю где-то. Подсыпаешь? Да. Не, не. Просто подсыпаешь. Подсыпаешь. Вот она. Ну, моя, допустим, убирает все в домик сразу. Я насыпаю полную кормушку даже. Она все равно все в дом унесет. И там она ест. Да. Она там ест. Поэтому я подсыпаю раз в три дня где-то. Когда не надо. Столовую. Две столовые ложки. Ну, а такое, как огурцы и кабачки, то через день можно давать. Можно и каждый день. Только небольшие кусочки, потому что, чтобы оно не гнило. Они же все туда тянут. И там может оно гнило. Как убираешь сейчас? Или ты тоже через... По запаху. Нет. Если начинает пахнуть, можно убирать. Они в основном... Ну, вот разные хомяки по-разному. Некоторые выбирают себе в углу туалет где-то. И вот она у меня вот там ходит, где сейчас сидит. Там убирают. И я просто тот угол убрала, новое насыпала и все. Если большой контейнер... Вот такой контейнер я последний раз делала генеральную уборку полгода назад. То есть генеральная. Когда все выняла и все. А так вот по чуть-чуть. Там в домика могу повынимать что-то. Ну, надолго хватает. Да, да. Чем больше контейнер, тем меньше у тебя запаха. Высота намного надо или нет? Они любят... Да. Они любят зарываться и... Зарываются. Короче... Чем больше, тем комфорт. По сравнению с попугайчиками. Да. Хомячок проще. Да, конечно. Запаха от попугая тоже нет. Но с ними больше, намного больше. Их надо выпускать, чтобы они летали или он летал. Это, соответственно, погрызет все. Смотри, у меня все погрызено. Все заклеено. Вон, видишь, он где не сел там? Вот там, посмотри, видишь? Вот там над дверью, посмотри. Вот это все их работа. Ну, ее девочка мне грызет. А это, конечно, нет. Отличный вариант. Так, ну и я вам советую его не терроризировать. Уже пока до этого самого. Поменьше его бери в руки сейчас, Алиса. Я понимаю, что тебе хочется. Только вот, только купили. А что? Ну, ты же понимаешь, он маленький. Вот, мамы забрали. И он сейчас боится очень. Ты для него чужой вообще запах. И надо сейчас дать спокойствие максимально. Я сейчас... А, мне нет опилок. Нет, есть. У вас есть еще опилки? Ну, мешочек. Вот. Насыпьте туда побольше, чтобы он мог там зарыться. Сейчас, чтобы... Пока вы довезете домой, вот это все. Я говорила, а бабушка говорила, зачем или зачем? Нет, нет, нет. Чем, то можете прям пол... Ну, главное, чтобы он не вылез. Смотрите. То есть, вот так мы можем спокойно перевозить? Да, да. Главное, чтобы не было сквозняков. Не любят сквозняки. Вот. Никаких там отверстий в контейнере ничего не надо. Крышкой не закрывать, если. Угу. То вот этого воздуха, который сверху, достаточно. Я такую хочу. Вот такую хочешь, значит... Да. А где можно заказывать? Вот только в Черкассе? Нет, я заказывала... А, да, я заказывала на мебельном этом. У мебельщиков заказывала. В Черкассе. Ну, думаю, в Киеве тоже можно. А я думаю, что у вас милые ручки дома. Наш папа сделает? Да. Ну, в принципе... Стекло просто... Стекло может где-то и есть. Вот у меня, допустим... Надя, я убрала. Ну, вот с какой-то там где-то оставалась, с какой-то старенькой тумбочкой. Да. Главное, смотри, размер им в идеале вот так вот 60, вот так вот, а вот так на 40. У меня немножко по-другому. У меня здесь больше. У меня здесь метр, по-моему, а здесь 30. Ну, фактически площадь такая же. 60 умножить на 40. 6 на 4, 24. 240 должно получиться в итоге. Вот. Ну, так же красиво. Ты смотришь, тебе хочется смотреть. Ну, да. А когда контейнер, оно как-то... Ну, да. Так сразу даже в интерьере. Свет можно ему делать, чтобы красиво фонарить? Ну, они не любят свет. А, не любят? Не любят. Им, наоборот, темнота. Нужно. Не нужно ему свет. Можно, можно там типа как подсветочку, чтобы включить, посмотреть, там, может, там, видео снять и выключить, чтобы все время не горело. А, блин, вам захотелось. Слушай, ну, такой хочу. Классный или такой. Ну, вы же не на машине, вы даже его не дотащите. У меня он такой дежурный. Я все хотела этих песчанок еще завести. Песчанки это что? Песчанки это такие мышки, которые закапываются. Они вообще тоже без запаха. Они живут там по 2-3, их можно заводить. Ну, короче, вот это у меня запасной вариант. Может, надумаю. Нет. Ну, если ты хочешь себе задумать, то да. Пикала. Ага. Знаете что? А у моей подружки, ну, которая говорила, что у нее мышки. У нее мышки песчанки. Песчанки, а? Ну, да. Хорошие тоже. Но они, ну, не такие ручные, как хомячка можно приручить. Он более такой, да, адаптируется к человеку. А песчанки, насколько я понимаю, они сами по себе там. Они там тусят. Ну, за ними прикольно наблюдать. Особенно, если вот такой какой-то этот. Им вообще вот так насыпают, вот так вот этого. И они там роют. Можно вообще, ну, что такое прозрачное. Да, чтобы было видно, да. Так. Ну, ему дали тут немножко. У меня есть такой корм, когда-то покупала я Юми. Алиса, не трогай его уже. Ага. Покупала Юми я когда-то. И я ей так по чуть-чуть подсыпаю тоже. Вот, вот этот вот корм, кстати. Хороший. Версаль Лага. Вот, видишь, это самое. Ну, он как бы прессованный. Там травы разные и что-то там еще. В общем, витамины. Короче, неплохо. Сейчас я вам его чуть-чуть отсыплю. И вот этого я вам тоже отсыплю. И сейчас надо насыпать им. Потому что мы ему дали гомарус. Он на него прям накинулся. Хотя он спал. Да, он спал, проснулся. Ну, они любят. Потому что в магазине, вернее, на базаре им сказали, давайте ему, давайте вот этот огурец действительно уберем. Мне кажется, печалька в том, что все же рассказывают на базаре, что давать и все дают. Видно, они потом долго не живут. Да, да. Говорят, давайте им там помидорчики. Что там еще давать? Морковь. Морковь они уже положили. Горячок. Все можно пить не давать вообще. Пить не давать вообще. Отлично. Хорошо. Понятно, как надо содержать. А ну, казается, отойди. Хорошо, чтобы вы покупали, потом пришли. Ну, да, да, да. Не на следующие, а через полгода за новым хомячком придете. Пить не давайте. Кормите буряком с морковкой. И приходите к нам два раза в год. Вот. Этой коробочке достаточно. Да, да. И в тырсе жить. Обычно. А ну, смотрите, будет кушать. Не хочет. Подожил. А сейчас мы. Может он смешанный запахи. Он оживился, хотя спал в отрубе. Угу. Что-то уже кушает он нашел. Может я сегодня весь день не ел. Может потому что тот огурчик, который тут маленький очень был, то может он с солью был немножко. Может быть. Смотрите, положила я ему наполнитель. Он сразу-сразу в него начал зарываться. Надо больше. Вот вы сейчас придете, у вас же есть опилки. Насыпьте туда опилок. Видишь, ему надо зарыться, спрятаться. Им домик нужен. Пока вы это все организуете, чтобы он хоть не стрессовал. Ну, он все равно стрессует, но хоть это меньше будет. И с водой побыстрее решите, потому что тоже. Возмущаемся насчет продавцов в зоомагазинах и в этих самых. Рассказываю, что когда я покупала свою первую хомячку, мне на базаре на рынке сказали, что вот эта вот клеточка вот абсолютно нормально. Это даже больше, чем нормально для хомячка. Там было маленькое колесико еще прицеплено к стеночке. Вот такое. И я реально, ну как мы и сказали, проконсультировали. Да, поилочку мне не надо, воду не надо. Там яблочки, огурчики, помидорчики даете это все. Вот там вода оттуда у них будет. Смотри, она в купалку залезла сейчас и купается, видишь? Пойду посмотри. Там же она, правда, туда натаскала уже. Ничего себе, как она купала. Прям ножки вперед, прям там у нее. Катается там. Привет. 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 Ой, целуют. Угу. 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 Очень необщительный у нас. Ой-ой. Угу. 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 В магазинах, кстати, я левый найдете, сразу говорю. И это очень большое, это для больших хомяков колесо. Видишь, что насколько... Да, вообще даже для крыс, наверное, да? Ну, не знаю, крысы не бегают. Можно. Красные? Да. И колесики, любые, даже самые крутые и качественные, будут скрипеть. Их надо смазывать, чтобы под буночью они бегают. Эти тоже, да? И скрип, 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 да, через время. Держишь? Держи. А мне Артем в это колесо вставил подшипники. Видишь, черные по бокам? Да, это два подшипника. И теперь это все. Прям любовь. Никто не скрипит, ничего, оно себе крутится, и я не слышу, когда хомяк. Никому не мешает. Да. Поэтому, когда начнет скрипеть, намекни, что можно два подшипника и все забацать. Может, папе. Если большое колесо, у них сильно нагрузка на... ну, нагрузка. Если маленькое, меньше, чем это, то искривляется позвоночник. Ну, короче, колесо должно быть такого размера. По-моему, это 17 сантиметров. В основном их продают меньшими в магазинах. Как ладошка, в принципе, да? Да, да. В основном их... Все, короче, жизнь наладилась у хомяка. Понял, что все нормально. Еду дали. Опилков досыпали. Жить буду. Смотрите. Уселся на жопку. Мы все хорошо. Все. Проконсультировали. Думает, все. Алисе сказали, чтобы меня лишний раз не дергала. Чужим детям руки не давала. Держала над чем-то мягким, чтобы я, дурак, не упал на пол. Все, все. Еды насыпали. Слава богу, огурец убрали уже. Ты уже обкакался 10 раз огурцом. Да, и на меня обкакался. Наконец-то дали нормальной еды. В общем, я собрала тут посылочку. Временно это гомарус. Вот. Ну, гомарус этот сейчас можете не давать. В этом корме есть все. Вот эту чуми задала, эту штучку. Ну, и тут начатый мой корм. Вернее, не мой, а юми. Вот, дала вот эту штучку. Сейчас вот это и вот это не давайте. Это будете подмешивать к тому корму Витакрафт, я вспомнила, как называется. Витакрафт для джунгариков. По-моему, он так и есть, для маленьких хомячков. Потому что есть для шиншиллы, есть для крыс. Есть, они разные, разновидности. Вам надо для хомяков, хорошо. Вот. И когда будете давать Витакрафт, то вот это вот подмешивай, и вот это. Потому что там, по-моему, нет такого. А там оно все есть, да. А чум, как называется? Чумизу можете покупать. Ну, это как лакомство. Это десерт. Да, можешь давать. Нет, там, в этом корме есть и чумиза. Там он состав написан. Все. Вот. Вот это, если найдешь с таким составом корм в Украине, буду счастливым обладателем, да, джунгарского хомяка. Вот так вот. Все довольны. Юми, правда, от меня шарахается. Я пахну другим хомяком. Пыталась ее взять, руки нет. Не получилось. Она опять принюхивает. Да, странная? Да, нет. Переживу. Ты же в руки брала, видишь, она мухает. Мне кажется, Вика наоборот рада. Что, не идет в руки? Да. Почему? Почему? Да, конечно, потому что... Тарелочку желательно, ну, вот такую керамическую, она тяжелая, и хомяк не будет переворачивать, потому что... Ну, такую, может, тоже не будет переворачивать. Ну, короче, со временем будете потихоньку завозить. Помимо не переворачивать. Не переворачивать. Ну, да, она такая... Сидит до сих пор, представляешь, какой довольный. Да, конечно. Он сидит как на диване. Еще телевизор или приставка. Тихо, тихо, тихо. Да, ничего. В общем, надеюсь, у вас получится организовательный... Мы вам снимем видосик, покажем, как он у нас обжился. Я-ка тебе отправлю. Хорошо. А я вставлю себе на канал, в виде. Щечки, смотри, поправляю. Кушает. А он взрослеет, когда кушает? Да. Мне кажется, что ему уже 10 лет. Да нет. Ему... А, видишь, он в щечки запихнул и теперь пережевывает со щечек. Как я. Ты тоже так делаешь? Я булку целую вот так засовала. Ой. Такое лакомство дали, ты надо его сохранить. Надо быстро. Да, щечки напихать. А потом опять дали. Заправляю. Пережел. А то они ушки прижал. Боже, боже. Довольно. 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 Лысечку. Можно ли газетку дать или приставочку. Так, вы смотрите. Там всякие газетки, вот эти всякие листики непонятные. Не давайте, потому что любят газетки постелить. Еще некоторые в этим. Это очень вредная им краска. Только белые салфетки. Вот это вот, в принципе. Вот это белое, вот это. Это, в принципе, салфетка. Ага. Затем, что они любят это в домик запихивать или в нем жить. То есть вот этого белого хватит. Ты мне это все сфоткала. Можно туалетную маму даже. Да, я придумала. Я потом, у нас там есть много деревьев. Я потом у них вот таких каких-то палочек взяла. Я такой домик здесь сделала. И потом я их закопаю там. С улицы все же приносите, и надо обдавать кипятком. Не давайте, потому что можно и глисты занести. А если у меня есть такие красивые кучерявые ветки, я могу с них слепить и типа домик сделать? Ну, он их сожжет. Да? Он все погрызет, конечно. А такой домик не грызет? Грызет. Ну, долго. Ой, ты боже-боже. Все, поела, теперь можно и поспать. В общем, мы максимально улучшили условия в данных условиях. Так. Вот туда много туалетной бумаги. Он себе сделает домик. И завтра утром Вика с Алисой едут в Киев к себе домой. И проще было там, конечно, хомячка купить. Там бы никто не купил. А, тут бабушка. Бабушка на неделю ломала. А, ломала бабушка. Папа жила на попугальчика, мы взяли хомячка. На Гошу. Папа сказал даже не приезжать. Но потом уже согласился. Да. Я сначала попугальчика хотела назвать Криша. А потом у меня бабушка по дороге в автобусе ломала голову. Думала, как его назвать. Сначала Левка хотел как ютубера моего любимого назвать. Влад А4. Но все-таки бабушка сказала, что назвать Гошу прикольному. Вот я и назвала Гошу. Короче, Гоша завтра отправится в Киев. А в Киеве ему сделают хорошие условия. Будут со мной консультироваться. Вот. Все, видишь. Он себе там в домике. Хомячку главное спрятаться, чтобы было где. И покушать. Это еще бумажки, наверное. И колесо, да. И колесо, в котором будет бегать. Они очень много бегать должны. Очень много. И поэтому они прям всю ночь только и делают, что бегают. Сейчас только свет выключим. Вот тут. Она побежит сразу в колесе. Она только и ждет. Она выедет. Да, они не любят свет. Так, тут у меня улитки. В них все хорошо. В общем, все хорошо, да. Скоро сниму видео про улиток. А вы мне покажете это видео? Покажу, конечно, это видео. Что, так воняет здесь? Это не воняет. Что ты придумаешь? Это сырость. Сырость. Мох. На море. На море, да. Морской запах. Это мох. Нашел в море. Гнилое море. А? Все, водоросли, да. Все, вот. Ну, собственно, да. Так и есть. Все. Будем с вами прощаться, ребятки. Пока. Спасибо всем за просмотр. Пожелайте Алисе удачи. И чтобы она хорошо заботилась о своем питомце новом. А мама поддерживала. Либо, да, до консультаций. Потому что такую консультацию, как ты, наверное, никто бы не верил. Наверное, да. Сто процентов. Я надеюсь, все будет хорошо. Алиса, как вечерний канал называется? Джесс Лайф Пэтс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Джесс Лайф Пэтс. А, Джесс Лайф Пэтс. 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 Все. Все понятно? Так что с вас лайк. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Джесс Лайф Пэтс. И нажми на колокольчик.